В пространстве, по пространственной решетке, наоборот, вот здесь вот сопротивление стременности бесконечности, почему там такого не будет? Почему на самом деле там будет ограниченная величина? Очень красивая, очень простая конструкция, она, не знаю, мне кажется, сама по себе просто является отдельной симпатичной штукой. Значит, смотрите, ведь что я сейчас фактически должен сделать? Я сейчас должен взять, начало координат поместить потенциал 0, это понятно. Дальше я должен далеко-далеко проставить точки, сказать, что там потенциал 1, они у меня будут как бы изображать бесконечности, согласны? И дальше я должен каким-то образом объяснить, как считать сопротивление этой сети. Да это же замучишься, потому что там в каждой точке выходит 6 ребер, про каждую точку уравнения, как это решать? А вот я сейчас нарисую замечательную штуку. Огромное количество проводков я порежу. Что бывает, когда проводки режешь? Сопротивление от этого не уменьшается, правильно? Оставлю только такие провода. Так, ребят, я сейчас боюсь рисовать, поэтому давайте я лучше что-то напишу. Потому что иногда, когда в координатах показываешь, это иногда понятнее бывает. Начало координат, это точка 0,0,0. Представили, если из нее выхожу по трем направлениям. Это будут точки 0,0,1. Это будет точка 0,1,0. И это будет точка 1,0,0. Понимаете ли вы, что из этой точки реально выходят 3 отрезка, да? Под 90 градусов друг в другу. А вот теперь из этой точки я тоже выйду по трем направлениям. Сделается это вот как. Я двойку добавлю к каждой из этих координат по очереди. Это будет 2,0,1. Здесь это будет 0,2,1. А здесь 0,0,3. Это отрезки длины 2, которые выходят из вот этой точки под 90 градусов друг в друг. Отсюда то же самое добавляю по двойке. То же самое получается 2,1,0,0,3,0 и 0,1,2. И отсюда тоже по трем направлениям. Получается 3,0,0,1,2,0 и, наконец, 1,0,2. Так, вы поняли, что точек стало уже 9 штук? Да. Но при этом, заметьте, пожалуйста, это все разные точки. И это были 3 разных точки. А дальше я пойду уже не отрезками длины 2, а отрезками длины 4. А потом пойду отрезками длины 8. И у меня будет получаться дерево, которое в каждой своей точке будет расстраиваться. Согласны? Будет расходиться. При этом каждый раз у нас будет отрезок все время в 2 раза возрастать. Оттого, что отрезок в 2 раза становится длиннее, сопротивление становится в 2 раза больше. Правда, есть одна тонкость. Если вы нарисуете эту картинку, вы обнаружите, что эти отрезки вообще-то пересекаются. Не в наших точках, точек все разные, а просто в пространстве пересекаются. Но поскольку они пересекаются на одном и том же расстоянии, в смысле количества отрезочков от начала координат, то они все пересекаются в точках с одним и тем же потенциалом. Я это подробно не объяснял, но давайте два слова скажу. Когда у вас есть такая цепь, что бывает, если вы точно с одним и тем же потенциалом просто-напросто берете и соединяете? Да ничего не бывает. Потому что для одной был закон Киркова верен, это такое уравнение, для другой был закон Киркова верен. И потенциал там был один и тот же. Так если вы объявите одной и той же точкой, то закон Киркова распределяется с суммой законов Киркова. Вот, так что в электричестве всегда так. Точки с одним и тем же потенциалом, хотите разъединяете, хотите соединяете. От этого на самом деле политический ток не идет, у нас уже с формулы написано, здесь видно. Ток не идет, когда потенциалы одинаковы. Согласны? Значит, это не страшно, что они там пересекутся. Вот, и теперь надо быстренько сообразить, как же считать сопротивление вот такой цепи. Дальше просто. Смотрите, сопротивление вот здесь, у нас есть три отрезка, каждый по единице. Это одна треть. Замечаю, а сопротивление здесь? А? Одна девять. Подумайте, пожалуйста. Какая длина была отрезка? Два. Два. Отрезков? Девять. Значит, сопротивление? Две девятых. Еще раз, когда отрезков много, от этого сопротивление уменьшается. Они параллельны, просто параллельны. Вот. Но из-за того, что отрезок длинный, сопротивление больше. Здесь две девятых. А дальше будет какое сопротивление? Четыре двадцать семьи. Совершенно верно. Значит, для того, чтобы решить задачу, я должен посмотреть на такую штуку. Одна третья, две девятых, четыре двадцать седьмых, восемь восемьдесят первых, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это известно. Это диаметрическая прописция. Один из способов ее суммирования такой. Надо обозначить сумму буквы. И умножить ее на две трети. Смотрите, что такое будет две трети S. Вот это слагаемое превратится в это. Это будет две девятых, четыре двадцать седьмых. То есть две девятых на две трети. Вот, потом будет восемь восемьдесят первых, и так далее, и так далее. А эта штука, это S минус одна третья. Значит, две трети S, это S минус одна третья. Одну третью переносим, две трети S переносим, и получается, что одна треть – это есть в точности S, деленная на крючок. Ребята, это просто единица. Получается, что в пределе это единица. Ну, а из-за того, что мы там вообще-то провода резали, между прочим, я же смотрел в одну сторону, а точно так же можно было посмотреть и в отрицательную область. Настоящее сопротивление, конечно, будет намного меньше. Но мне важно, оно не стремится к бесконечности. Понятно? Эта величина ограничена. Даже мы знаем оценку. Какую такую штуку не рисуй, сопротивление не будет больше единицы. Так что благодать не будет больше. Так получилось.